МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был театральный сезон нашего театра. В прошлом году это был юбилейный. И сейчас он не менее интересен, насыщен. И я думаю, что мы порадуем наших маленьких зрителей и даже зрителей более старшего возраста. Наша репертуарная афиша в этом сезоне очень интересная, необыкновенная даже, я бы сказала. Насыщенная. Ищенная в первом полугодии, потому что у нас премьера за премьерой, поездка за поездкой, фестивали, гастроли. И если более подробно, я бы очень хотела остановиться на наших премьерах, потому что премьера – это жизнь театра, это открытие чего-то нового, это какой-то эксперимент. Как правило, это всегда связано с творческой удачей и успехом как актеров, так и режиссера. И сейчас, вот в сентябре месяце, у нас премьера предстоит. Букашечки на секреты для наших самых маленьких зрителей. Это будет в основном выездной спектакль, который мы готовим для детских дошкольных учебных заведений и младшего школьного возраста. Спектакль «Необыкновение» тем, что там два дебюта. Это дебют молодого композитора, она впервые работает с нашим театром в качестве композитора, музыка авторская. Это Анастасия Сала и Снежана Савельева дебютирует как драматург. Она нам написала пьесу. И мы с удовольствием и с нетерпением ждем этой премьеры, потому что что-то получается типа даже мюзикла. Затем мы уезжаем на гастроли. Сначала мы едем на фестиваль в Мурманск. Это восьмой уже фестиваль... Баренц-регион. Да, это восьмой фестиваль театров кукол стран Баренцова региона. Мы являемся его постоянными участниками. И вот нас с удовольствием теперь будет принимать город Мурманск. Это самый ближайший фестиваль, куда вы поедете. Да, собираемся. Самый ближайший фестиваль. Затем мы выиграли грант «Культура России» на постановку спектакля «Коза Злата» по Зингеру. Спектакль ставит наш главный режиссер Наталья Пахомова. Художник у нас из Санкт-Петербурга приглашенный Аля Зубова. Очень интересная сценография. Спектакль рассчитан на возрастную аудиторию уже 15 лет. Это вот тинейджеры наши, которые, к великому сожалению, и фильмов для них мало, и спектакли в театры ставят как-то не очень охотно. И вот мы привлекли свое внимание вот к такой аудитории. И эта премьера у нас уже обозначена на 27 октября. И мы будем работать и расширять свою зрительскую аудиторию вот с таким нашим новым зрителем. Для нашего театра это вот будет новый зритель. Потому что у нас есть постановки для самых маленьких, для среднего возраста, для взрослых. А вот как-то эта наша аудитория, она была не охвачена. Поэтому вот мы попробуем привлечь их, вернее, привлечь зрителя таким образом к нашему театру. Затем мы едем в Вологду, планируем в начале ноября на гастроли. У нас будут обменные гастроли. Вологда к нам приедет где-то в марте или в апреле. Вологодский театр «Кукол». Мы тоже с ними дружим. Мы их ждем в гости. Они всегда ждут нас с большим интересом и нетерпением. Потому что наш репертуар с этим театром, он как бы отличается. И в то же время мы всегда находим вот что-то общее. Потому что актерам и театрам обязательно надо пробовать, предъявлять свое искусство и на другого зрителя. Потому что вот ментальность зрителя, она да, в каждом городе... Да, мы привыкаем немножко, да? К одному и тому же. Абсолютно, да. А новый зритель... Когда увидим, да. И актеры на это очень реагируют. И это всегда только в плюс. Вот творчеству... Эксперименты, да? Это всегда плюс. Пробовать всегда надо. Да. Я вот смотрю, вы постоянно расширяете свою зрительскую аудиторию. И проводите опрос, да? Мониторинги. Мониторите. Постоянно, да. Что говорят вот ваши исследования? У вас даже на сайте есть опросы, да? На сайте, да. Вот мы, значит, когда обращаемся к нашим зрителям с вопросом, что бы они хотели видеть. То есть, какой репертуар побеждает классика? Детская классика. Детская классика, русская классика, зарубежная, но именно классические спектакли, постановки. Когда у нас на сайте написано там современная драматургия, значит, даже и зарубежная. Это у нас такой традиционный зритель, получается. Да, да. Вы знаете, вот мы уже даже своего зрителя, мы его, конечно, уже много лет изучаем. И эту ментальность мы очень чувствуем. Потому что у нас ведь еще какая специфика? У нас в театр приходят и родители, и дети. И нам ведь надо, чтобы это было всем интересно. А в этом возрасте... Чтобы не сидели на диванчике, да? Конечно, да. И вы знаете, перестали. Вот был период, когда очень много у нас сидело родителей в фойе. А теперь я иногда вот в зале, я безумно люблю наблюдать за зрителем. Вы знаете, у нас родители лучше смотрят иногда спектакли, чем дети. Это, конечно, радует, да? Значит, они увлечены сюжетом, и им просто интересно. И им с детьми интересно. И с детьми интересно, да. А потом я вижу, как они после спектакля, или даже во время, пытаются очень корректно общаться. Ребенок ведь непосредственный, он задает вопросы, а почему, да? И мне очень нравится, хотя в театре не принято разговаривать, но тихонечко стараются как-то пояснить. Это очень дорогого стоит, потому что я уверена, что после спектакля ребенок будет задавать вопросы. Да и должен, да? Да, и должен, конечно. Может, во время спектакля у вас такой специфический театр, поэтому там можно, я думаю, разговаривать, да? Потому что родители с детьми. И вот, опять же, я смотрю, что вы любите экспериментировать, не боитесь. И чаще всего все-таки, вот я смотрю, Наталья Пахомова ставит такие авангардные вещи, современные. Тем не менее, которые нравятся, я могу сказать о своих впечатлениях. Я ходила с дочерью, ей 16 лет, 15-16 лет, да? И ей очень понравились вот эти вот новые вещи. Что будет в этом году, кроме вот этого мюзикла, который для детей и для подросткового возраста, еще один спектакль? Ну, если вот к планам Наташиным, то на весну у нас намечается премьера «Смерть чиновника» по Антону Павловичу Чехову. Вот как раз классика, да? Да, это и классика, да. Это и авангард. И понятно, что она будет ставить уже на молодежную аудиторию. То есть, эта публика не очень будет детская. Но, тем не менее, это очень интересно для развития театра. Это интересно артистам работать. И у Наташи, конечно, очень. Вот она такой уже, можно сказать, сложившийся режиссер, который работает в этом направлении. Она вот так у нас креативно мыслит. И она, вот что особенно мне нравится, она умеет переводить литературу или драматургию на сценический язык. Вот в театре сегодня самое важное. Потому что иллюстрация, ну, это как бы неинтересно. Такой театр не очень интересен, иллюстративный. А когда вот она так увидела «Грозу», и, наверное, ну, еще не все у нас, конечно, посмотрели, потому что мы премьер, мы сыграли только весной два спектакля, и я приглашаю наших зрителей посмотреть этот спектакль. Это действительно эксперимент, но эксперимент удавшийся, я считаю. Замечательная актерская работа Любови Алексеевны Бирюковой. Это ее бенефисный спектакль. Вот, и я думаю, что этот спектакль еще будет долго жить. И у Наташи спектакли всегда улучшаются. Вот от одного спектакля к другому они живут, они растут. Они как-то уже осмысленные становятся. Все, что она придумает как режиссер, потому что режиссер ведь придумывает спектакль. А потом задача актера – это все оправдать, прожить, убедить зрителя, чтобы и сюжет был внятен и понятен. Поэтому это очень интересно. И я думаю, что, я надеюсь, что и артистам, которые работают в ее спектаклях, тоже работать с ней интересно и любопытно. Это видно, что им интересно, они увлекаются. Вот, кстати, об актерах. Нет у нас, не переманивают никуда, не изменился кадровый состав у вас? Нет, к счастью, в этом году у нас… То есть мы увидим всех? Да, мы увидим всех, но у нас в этом году даже и новых артистов нет, потому что к нам ведь в прошлом сезоне пришли молодые наши артисты, которые закончили актерское отделение театра кукол. Уполняются, да? И у нас пришла еще одна супружеская пара, это Олег и Светлана Романовы. Это тоже было в прошлом сезоне, которые тоже уже прочно вошли в репертуар. Поэтому я сегодня могу сказать, как директор, что у нас труппа укомплектована. И дай бог, очень хочется, чтобы она на долгие годы сохранилась. И в конце нашей передачи давайте скажем, каким первым спектаклем вы откроете? Мы откроемся «Волшебной лампой Алладина». Это классический такой наш спектакль. Этот спектакль уже шел? Уже шел, да. Он в двух актах. Перед открытием у нас будет театрализованная программа, посвященная открытию сезона. Мы очень готовимся, очень волнуемся новой встречи с зрителем. И, конечно, всегда очень-очень рады, когда у нас полные залы, когда улыбка у детей, которые приходят к нам с большой любовью и с великим удовольствием. Ну что ж, я желаю вам успешного сезона, насыщенного, интересного, и который принесет вам, может быть, новые открытия и новые приятные эмоции. Да, спасибо. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Гость в студии». Всего доброго, до встречи.